Друзья, всем привет! Привет всем пользователям автомобильного портала Дромруй! Прямо сейчас мы записываем для вас очень познавательный сюжет касаемо московского каршеринга. Вообще в целом можно сказать даже не про московский каршеринг, потому что данная услуга набирает обороты, становится все более и более популярной. Что такое каршеринг? С одной стороны ты скажешь, да я все про это знаю, а вот досмотри этот видеоролик до конца и скажешь, знал ли ты про него все. Кар – это машина, шеринг – это делиться. Простыми словами, делиться автомобилем. Это когда вы идете по улице, регистрируете специальное приложение, думаете, блин, надо бы доехать мне до ближайшей точечки. Заходите, видите, что на пути вашего следования, допустим, есть автомобиль, либо он где-то поблизости. Бронируете его, а дальше, а дальше все расскажу прямо сейчас на своем примере. Пойдемте. Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Не правда ли? Красивая машина. А дальше происходит интересная ситуация. Мы живем здесь неподалеку. Я запрыгнул в одно из приложений. Мы никому не делаем рекламу, мы никому не делаем антирекламу. Мы не будем называть сегодня бренды. Факт в том, что я забронировал автомобиль. Он где-то здесь, во дворах. У меня есть карта, согласно которой я следую к своему автомобилю. У меня есть первые 20 минут бесплатно. То есть, за эти 20 минут я должен добраться до автомобиля, а дальше пойдет поминутная аренда за денежку. Прошло, наверное, минут 10. Тем не менее, автомобиль мы нашли, стоял во дворах. Вот она, пожалуйста. 897 Kia Rio. Наш автомобиль. 7 рублей минуты передвигаться днем. Но самый прикол в том, что, согласно приложению, здесь бензина осталось примерно 5%. В первую очередь, я должен сделать сейчас простую процедуру. Я должен его сфотографировать с одной стороны, с другой стороны. А смотреть автомобиль по кругу – это важно. Потому что, если вдруг на нем есть какие-то повреждения, мне за это может прилететь. Я последний катался, следующий водитель придет, начнет смотреть, изучать, увидит. Напишет комментарий, потом начнется спор. Знаешь, ты поцарапал, нет, не я. Уже так было. Поэтому, в первую очередь, внимательно нужно полностью автомобиль осмотреть. Я делаю фотографию с одной стороны и делаю фотографию с другой стороны. Тачка, конечно же, не без косяков. Потому что даже, подойди, пожалуйста, поближе сюда. Каршеринговые тачки, ну, сами понимаете, общественный автомобиль с одной стороны. Тем более, эта машина недорогая, цена поездки здесь низкая. Поэтому все есть, как хотят. Вот здесь притертости, там притертости. Видно то, что впирались куда-то. Ну, хотя, с другой стороны, для корейцев, возможно, это нормальные зазоры. Я нажимаю «Принять». Обработка данных, все происходит нормально. Открыть замок. Все, друзья, присаживайтесь и поехали. Присаживаемся в наш с вами арендованный автомобиль на ближайшее время. Он будет точно наш, так. Все. Все, аренда, собственно, уже пошла. О, кто-то ехал домой, откинувшись. Значит, что хочу сказать. Вот обратите внимание, что машинка, на самом деле, в нашем случае чистенькая относительно. 68 тысяч пробег. Рули на этих Рио у всех всегда затерты. Я даже смотрел несколько передач, где люди рассказывают. Ну, уже такое есть в нашей стране. Уж тем более, к сожалению. Машину берут в аренду, загоняют в гараж и пошел разбирать. Кто-то сиденье вырывает, старое стоит обратно, новое забирает себе. То же самое с рулем. А со скрытыми деталями, там, я не знаю, тормозные колодки, тормозные диски, колеса, еще что-то вообще запросто перебирают автомобили по полной программе. Значит, все зависит от того, насколько автомобиль дорогой. Вот если в нашем случае бюджетный автомобиль, у нас в среднем 7 рублей за минуту, это в движении днем. 2 рубля стоит 1 минута в режиме ожидания, от кого приехали, заглушили автомобиль, пошли. Ночью ценник будет подороже. Потому что что? Потому что ночью меньше трафика, народ может спокойно передвигаться и ехать. И таким образом каршеринговая компания будет зарабатывать меньше. А вы сами прекрасно понимаете, что все это в первую очередь сделано для зарабатывания денег. Значит, вот так это выглядит. Подчеркиваю, что каршеринговых компаний сегодня очень много. У них у всех плюс-минус одни и те же правила. Но с этими правилами нужно ознакомиться. Вот так это выглядит, смотрите. 21 минута 28 секунд. Первые 20 минут бесплатные, потом идут денежки. И вот мы, пожалуй, с вами видим, что итог там 17-13. Ну, видите, уже цифры бегут. Поэтому не нужно сидеть на месте в каршеринге, нужно отправляться. И это зачастую один из главных минусов. Уверен, все те, кто видят каршеринговые машины по городу, особенно оклеены, когда ты прям понимаешь, что ага, каршеринг. Очень часто видят, как эти люди носятся. Потому что им надо спешить. У них каждая минута это за денежку. И поэтому зачастую люди нарушают правила дорожного движения. Но здесь все сделано очень грамотно с точки зрения того, что если сейчас я нарушу и мне прилетит штраф, то оплачивать его буду, собственно, я. Он прилетает в компанию, но она говорит мне, привет, давай сюда. Опять-таки, сейчас в силу того, что каршеринг развивается и в крупных городах, я уверен, и в ваши города, он наверняка придет. Самое главное, чтобы население было большое. Так будет происходить следующая ситуация, что, например, есть машины уже там BMW, Mercedes тоже в каршеринге. И знаете что? Молодежь-то она какая? Она думает, сейчас я возьму Бэху, возьму девчонку на свидание, она неоклеенная. Поеду пятачка дам. Нужно обязательно читать пользовательский договор. То есть обычный договор двух сторон. Потому что там прописано, что если вы будете дрифтить на автомобиле и компания это установит, то вам штраф. А штрафы там от 5000 и выше. Касаемо автомобиля. Вообще, в целом, да, с Kia Rio у вас знакомить нет никакого смысла. Вы все прекрасно знаете про автомобиль. Но для себя отмечу. Я беру и BMW, и разные машины. Сам езжу на Toyota. Блин, вот честно говоря, некомфортное сидение. Вот я сел, я вот их опустил уже в самый низ. То есть вот само кресло некомфортное. Нет подлокотника. То есть машина из серии, смотри, есть кондиционер, есть музычка. Все приборы управления, само собой, есть. Есть подогрева сидений. Есть даже подогрев руля. Все. То есть коробка автоматическая идет. То есть ты сел, поехал, по своим делам доехал, кинул машину, ушел. То есть ты даже не заморачиваешься. Какой плюс у этих автомобилей? В силу того, что в городе сейчас идет платная парковка. И зачастую ты приезжаешь, а парковочка уже 380 рублей в час. Вот эти машины, они имеют приоритет. То есть ты можешь поставить ее, ты за нее конкретно не плачешь. Сама компания, она оплачивает эти с каким-то льготом. Но факт в том, что ты конкретно за нее платить, за эту парковку не будешь. А в этом огромный плюс. Я лично каршерингом начал пользоваться последние 3 месяца. И я снял специально сюжет, и как я еще по ранней весне, скажем так, отправлялся в баньку с метро Царицыно. На станцию метро Охотный ряд, Сандуны, в центре Москвы находится. И вот посмотрите, кратенький сюжет. Я его записал. Сколько времени я потратил на передвижение своим ходом от и до. На кадрах 2 марта я делаю эксперимент. Я включаю секундомер, выхожу из дома и отправляюсь в баню. К концу вы узнаете, за сколько я доехал. Друзья, хочу пока прокомментировать, что на данный момент весна 2019 года единичная поездка на метро стоит 55 рублей. Если воспользоваться картой тройкой, это будет 38 рублей. Для меня метро это отголосок моих студенческих лет. Когда я утром просыпался, ехал на учебу, спускаешься в вагон, везде толпа. Возвращаешься домой, точно так же все возвращаются домой и, соответственно, толпа. Но не забывайте о том, что если в это время поехать на автомобиле, то то же самое вас встретят и на дороге. Будет транспортный, так сказать, коллапс. Каждое утро все едут в пробках. Ну, как бы не едут, а толкаются. Какой плюс? Вот вы видите, люди сидят, могут почитать книжечку, что-то изучить. Если тебе удалось усесться, то тебе будет комфортно. Итого, картина у меня получилась следующая. Я прям засек, что в 15.30 я вышел из дома. И вот 50 минут, получается, я добрал своим ходом до центра практически Москвы. До центра практически Москвы. До центра практически Москвы. Высший разряд женский, но только я не сюда пришел, а вот в мужской. То есть факт в чем? Своим ходом, условно не спеша на метро, 50 минут занимает время. Как вы видите, сейчас фоном я вам поснимал парковочки. Мест свободных особо нет. И самое главное, что сейчас один час простоя, 380 рублей. Соответственно, я иду на 2 часа с половиной. Итого мне нужно было платить 3 часа. Это 1140 рублей. И вчера я сделал второй эксперимент. Я взял автомобиль точно так же. Практически возле дома повезло мне. То есть я вышел там 3 минуты, сел в машину, поехал в центр города. Я поехал не к Сандунам, но практически был рядом. И вот посмотрите, сколько я за это потратил денег. Я сейчас нахожусь в центре Москвы, в районе счетной палаты. Вот если сейчас прямо по дорожке пройти, направо поворачиваем, и мы возле нее. Вот я дома доехал за 154 рубля. Пока что аренда продолжается. Я прям только-только нашел место, где припарковаться. И сделал я это, друзья, все спокойно в режиме. То есть сегодня выходной день суббота, 4 мая. По Москве пробки 1 балл. Вот в таком режиме 150 рублей. Реально. Это остановочка. Пропустил пешехода, не торопясь, спокойно. Такси обычно сюда стоят 500-600 рублей. В лучшем случае, когда какой-нибудь низкий коэффициент, там 450. Факт налицо. Когда нет пробок, пользоваться каршерингом действительно удобно. Опять-таки, я запарковался. И ни за какие парковки я не плачу. Но здесь важно внести ясность. Что сейчас идут майские праздники. Трафик в городе маленький. Особенно вчера был и вовсе выходной праздничный день. Если бы я поехал в сторону Сандунов, я бы отдал за это 200 рублей. Факт в следующем. На метро 55 рублей. И вот такое количество времени я потратил своим входом. При этом я могу ехать, читать книжечку. Я никому ничего не должен. Я никак не рискую. Поймите правильно. Вот если вот в первую очередь вы бы меня спросили, ты бы рекомендовал бы пользоваться каршерингом. Друзья, на самом деле я вам рекомендую лучше выбирать общественный транспорт. Вот смотрите, я сижу на автомобиле, не дай бог я сейчас заболтался, завертелся, в кого-то хотя бы слегка въехал. Это будет целая проблема. Потому что нужно сразу вызывать гаишников, нужно грамотно все оформить. Самое главное опять-таки, чтобы я не был виновником этого ДТП. Если я виновник ДТП, то будет происходить следующее. Вот согласно этим договорам может быть так, что машина переходит в режим ожидания 2 рубля минута. И вот отсюда начинаем считать, пока ее полностью не отремонтируют, я вот эти денежки буду платить. Либо же это все через суд. Поэтому здесь нужно читать. Возможно, кто-то скажет, нет, ты не прав, здесь все совсем по-другому. Я читал разные договоры, поэтому здесь непосредственно у каждой компании что-то может отличаться. Но факт в том, что круто будет, пока ты едешь за рулем, пока у тебя все нормально, ты следишь за дорогой, доехал, поставил. Но вот если, не дай бог, ты вляпаешься, вот здесь начнутся самые неприятные последствия. Изначально многие не понимали, что такое каширинг, а раз попробовал, два попробовал, становится комфортно. Конечно, компании стараются выдвигать некие требования, что там стаж с вождения должен быть минимум 3 года у некоторых. Некоторые сейчас пошли уже, что вроде с 18 лет готовы выдавать вам автомобили. Люди жалуются, мол, садишься в машину, грязно, неопрятно, а кто ее засирает? Вот что, дядя Саня, мы с вами ее по сути засираем. Кто-то сел, у кого-то дружок рядом пьяненький, чипсики ест. И, пожалуйста, кстати, когда речь заходит о каширингах, всегда они боятся 3 слова. Табак, алкоголь, наркотики. А все почему? Потому что за рулем по-хорошему курить не нужно, но ведь другие люди поедут, курят, распивают алкогольные напитки, пассажиры в автомобиле, кого-то может истошнить. То есть все это, конечно же, наказуемое. То есть ты сфотографировал человека, который вез, он понесет за это штраф. Но в любом случае, понимаете, все начинается с человека. Вот даже на этот автомобиль посмотреть, 68 тысяч пробег. Вот если по кругу вы походите, видно так, что катаются на нем крайне небрежно. Колпаки на колесах покажи. То есть где-то притерся, где-то ударился. По автомобилю едешь, он едет. В принципе, неплохой автомобиль по технической части. То есть не громыхает подвеска, рулевая в нормальном состоянии, коробка там не пинается. Все гуд. Но вот так вот по эстетике видишь, да, то, что машина, знаешь, общая. Как говорится, если вещь пошла по рукам, то это уже не вещь. Опять-таки, в силу того, что мы находимся с вами в городе Москва, здесь очень много автомобилей, очень развита эта услуга. Но зачастую, вот я, например, пользуюсь одной, да, неоклеенная. Заходишь постоянно, машины возле дома нету. То есть они по карте в огромном количестве, но они где-то там, но не рядом с тобой. Я читал отзывы, я изучал этот вопрос перед тем, как снимать материал. Многие пишут, что когда тебе нужно, машина где-то километр-полтора-два пешочком нужно пройтись. Это неудобно. В тот же момент, смотрите, вот я вам привожу пример о том, что можно поехать самому за рулем. Это комфортно. Многие, кто любит передвигаться, получат это удовольствие. Особенно, если это выходной день, свободная дорога. Как правило, взял какие-то вещички, приехал к друзьям, например, допустим. Оставил автомобиль, ушел, все, ты отдыхаешь там, с ночевкой. Классно. Я сегодня своим личным автомобилем в выходной день пользуюсь гораздо реже. Отправляешься погулять, но сами понимаете, опять же, возвращаясь к вопросу о платных парковках. В центре оставить машину, опять-таки, ты к ней привязан. Нужно за ней прийти, забрать ее. Час, два, три, четыре погуляешь, это уже по цене там может нехило набежать. Либо нужно опять искать эти лазейки, куда-то во двор заехать, найти парковку. В общем, вы понимаете, что в этом плане плюс огромный у каршеринга. С другой же стороны, возвращаясь к общественному транспорту, я спустился в метро, я отдал 55 рублей, я еду, все. Если вдруг что-то случилось, я вышел аккуратно на улицу, сел на общественный транспорт, на автобус, поехал дальше. Если я еду на такси, и не дай бог таксист попадает в какое-то легкое даже ДТП, притерся, что я делаю? Я оплатил ему по факту, сколько мы проехали, вышел из машины, вызвал другое такси, поехал дальше. Здесь же ты берешь автомобиль, ты пойми правильно, чужая машинка, особенно есть дорогие машины, по 2-3 миллиона в каршеринге. Ты возьмешь, ты несешь за него ответственность на момент аренды. Отправляемся с вами потихонечку дальше. Вот так вот ехали, остановились автоматически, а вы глушите автомобиль, он переходит в режим ожидания. То есть он сразу начинает с тебя брать по 2 рубля за минуту. Ночью непосредственно наш каршеринг стоит 13 рублей за минуту. Цены разные, подчеркиваю, естественно, если вы возьмете автомобиль подороже, он там будет стоить 15-17 рублей в минуту. С одной стороны, кому-то это может показаться мало, но это мало, когда ты едешь на небольшое расстояние и быстро. Если же ты часик пора едешь за рулем, можете сами посчитать, калькулятор здесь простой. Опять-таки, вы должны понимать, одно дело, я один еду за рулем, а теперь представь, что у нас 4 человека. Вот мы, например, спустимся в метро, допустим, мы уже дадим там по 55 рублей, это 220 рублей за четверых. За 220 рублей на этом автомобиле мы можем ехать примерно 30-35 минут. А за 30-35 минут в выходной день мы можем, в принципе, далеко уехать. Опять-таки, мы не платим за бензин. Вот сейчас здесь уже бензин на донышке, скажем так, и скоро нужно будет автомобиль парковать. Ночью приедут специальные службы от каршеринга, они его заправят, они его могут забрать на мойку, если это необходимо. Но факт в том, что я не забиваю себе голову ничем. Ни ОСАГО, ни каска, ни бензин, ни парковку. Самое главное, как говорится, держать руль двумя руками и следить за дорогой. Вот самое главное, не вляпаться. Подчеркиваю, на это, на самом деле, нужно прямо делать дополнительный уклон. Поэтому, если вы молодой, вам там 21 год, у вас нет автомобиля, обратите внимание. Но помните, что я, в частности, как блондин, вам рекомендую все-таки лучше выбирать общественный транспорт, так безопаснее и так меньше рисков для вас. В силу того, что я лично поездил на каршеринге, я стал замечать больше минусов, таких, скажем так, в деталях. Вот обратите внимание на автомобиль. Мы едем, казалось бы, я сейчас знаю дорогу. Но зачастую, когда ты едешь по большому городу, нифига ты не знаешь ее, тебе нужен навигатор. Навигатор это, соответственно, твой телефон, ты открыл, включил, здесь нет никакого держателя. Возможно, когда-то он был, кто-то его взял с собой по случайности. Но факт в том, что дополнительная такая повышенная нагрузка. Ты держишь одной рукой руль, другой рукой телефон, нужно что-то мостырить, отвлекаться. Это раз. Второй момент. Здесь нету провода зарядки. Понятное дело, что, опять-таки, его можно оставить, кто-то его по случайности, скажем так, возьмет. Но, если вдруг я еду, у меня остается там 10, 5, 1 процент, и телефон сядет, как быть дальше. Пока я не заряжу его, пока я не зайду обратно в приложение, не завершу аренду, будут капать денежки. Об этом тоже нужно не забывать. Нужно дорабатывать, нужно ставить камеру в салон, это однозначно. Потому что мне, как человеку, вот я еду за рулем, мне нечего скрывать. Никаких тайных бесед у меня быть не может. Если и будут, выйди из машины, поговори. Но, должны отслеживать, кто сидит за рулем. Если они видят, что человек сидит пьяный, в ума, то он в каком-то непонятном состоянии, нужно однозначно глушить автомобиль, чтобы он никуда не попал. На сегодняшний день все гаишники по Москве заявляют в один голос, что именно каршеринговые автомобили чаще становятся виновниками в ДТП. В Москве арестован лихач, который устроил смертельное ДТП на Воробьевых горах. Внук одного из бывших руководителей АвтоВАЗа использовал чужую учетную запись, арендовал Мерседес через каршеринг и, проехав на Красный, протаранил другую машину. Позже выяснилось, что прав у задержанного не было, но было алкогольное опьянение. И вы сами уже наверняка могли видеть на Ютьюбе подборки, где они ездят по газону, где они вытворяют непонятно что, где молодежь пьяная, в прямом смысле слова, катается на автомобилях голыми. В общем, здесь происходит полный бардак, потому что ни свое не жалко. Папа не даст тебе тачку там за 500, за миллион, за 2 миллиона покататься. А вот тут зарегистрироваться, тем более можно попросить Саню, старшего друга, он зарегистрировался, вы сели, сами понимаете, у нас пути обхода находятся очень быстро. Это, к сожалению, неправильно. И то есть здесь виноват не каршеринг, здесь виноваты наше, наверное, мышление. К слову о том, что вы не должны забывать правила компании, вот читать договор. Так, например, ты поехал, взял с собой кошечку, да, там у тебя кошечка сзади сидела, второй владелец после тебя садится, говорит, ага, вот, сфотографировал, тебя за это могут заштрафовать. То есть ты должен изучать все от и до. Если ты посчитал, что, блин, сейчас возьму каршеринг, съезжу в строительный магазин, куплю там цементик, рассаду, одного, второго, третьего, загрузился, приехал. Если это заметят, тебя за это могут заштрафовать. Нельзя так делать. То есть автомобиль предназначен исключительно для того, чтобы вы сели, 2, 3, 4 человека, спокойно доехали из пункта А в пункт Б, все. Сейчас некоторые компании начали делать шаг вперед. Они начали сдавать в аренду уже микроавтобусы, специальные автомобили для грузоперевозок. То есть там совсем другие тарифы, совсем другой подход. Но факт в том, что все ясно, понятно. Заплатил, взял автомобиль, поехал, как раз-таки закупил себе стройматериалов, ну и все, что тебе нужно. Вот действительно, если ты живешь в Москве, если у тебя вот рядом метро, рядом автобусная остановка, и ты за город никуда не уезжаешь, каршеринг действительно становится стимулом, скажем так, отказаться от личного автомобиля. В силу того, что я езжу в область, мне есть куда ехать, там 100 километров оставить там автомобиль, я на сегодняшний день от личного автомобиля точно не откажусь. Но знаю уже людей, которые копили деньги на покупку автомобиля, пока копили, начали пользоваться каршерингом, и приняли решение, что нахрен машина уже не нужна. Вот серьезно, такие люди есть, и их становится все больше. Потому что каршеринг, подчеркиваю, опять-таки развивается, и автомобилей по городу становится еще и еще больше. Возвращаясь к вопросу о парковке, это действительно важно. Ведь зачастую пишут, как очень комфортно взял каршеринг, отправился в аэропорт, не нужно вызывать такси, не нужно переплачивать, особенно если ты делаешь это ночью, потому что ночью трафик, подчеркиваю, маленький, ты действительно быстрее даешь до аэропорта, оставишь автомобиль, но здесь опять-таки нужно читать правила компании. Потому что в некоторых портах ты приезжаешь, там разделено все. Для одной каршеринговой компании одни места, для другой другие. Нужно знать, нужно угадать, приедешь, а будет ли свободное место для тебя. Потому что, представляешь себе геморрой, ты приезжаешь с сумками, с чемоданами, тебе через 2-3 часа лететь в отпуск, а мест свободных нет. Что ты будешь делать? Будешь прыгать, бегать, это заморочка. Поэтому везде, в любой ситуации нужно быть на чеку. Мы находимся в автомобиле уже 1 час 5 минут, из которых, ну, можно сказать, 45 минут реальных мы находимся. 247 рублей, ну, практически 250. Сейчас мы подъезжаем к дому, где мы запаркуемся, оставим автомобиль, сдадим его с аренды. Собственно, дальше все происходит очень легко. Нашли место, где можно останавливаться, это важно. Паркуемся на ручничок. Зеркала у нас не складываются. Все, друзья, все, что теперь нужно сделать, это заглушить автомобиль, выйти, завершить аренду, сделать еще две фотографии, то, что после нас он остался в том же самом внешнем виде. Народ интересный, какие-то чеки оставляют, бумажки, все что-то хранят. Наверняка какой-нибудь кофе, 110, кофе стандартный. То есть, что делал? Кофейку он себе взял, до вакошеринга ехал с музончиком, представляешь? Нажимаем «Завершить аренду», так, закрыть замок в первую очередь, завершить аренду. Все, друзья, аренда завершена. Получилось так, что мы потратили 265 рублей за рулем и пробыли примерно 45 минут. Какие выводы здесь можно сделать? Они на самом деле максимально просты. В силу того, что автомобиль чужой, вы несете полную ответственность за него. Обязательно еще раз вам в третий раз повторяю, что нужно читать договор, изучать все правила компании, которые вы будете пользоваться. С другой стороны, в силу того, что автомобиль не оклеенный, ко мне нет никакого повышенного внимания, пренебрежения со стороны других водителей. Передвигаюсь на автомобиле, еду с комфортом, получаю удовольствие. Опять-таки, если понимать, что вы утром встали, собрались красиво, и у вас есть под окошком машина, взяли, приехали по каким-то своим делам, оставили автомобиль, и там вы проводите большую часть дня, 6-7-8 часов на работу вы приехали, это будет комфортно. Но если вы думаете, что взяли в аренду автомобиль и целый день мотаетесь по городу, то здесь, конечно же, в силу трафика денежка налетит не слабо, и здесь уже выгоднее рассматривать варианты, когда вы берете автомобиль в аренду на целые сутки. Но это совсем другая история. Друзья, высказывайте ваше мнение, если вдруг кто-то из вас пользуется каршерингом, попадал в какие-то неприятные ситуации, про которые я не рассказал, пишите ваши комментарии развернуто. Пишите ваше мнение по этому поводу, пишите, готовы ли вы были бы пользоваться каршерингом, если бы он пришел в ваш город. В общем, мне здесь сказать больше нечего, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока!